Полиция 19, здравствуйте. Алло. Алло, мужчина, говорите. Просто я, знаете, что хочу? Пока нет. На данный момент. Центр есть в городе Караганда? Сум? Есть. Есть? На данный момент я хочу бомбу туда закладить. Алло. А Юля 28 вроде. Да, 28. Вообще молодой. Молодой, да. Здесь даже на фотографиях. Вот он обычно в этом. В своем кабинезоне. Как ученик, сам ученик. Вот ребята. И вот Юльдмич. Классный руководитель. Ну что, все этот смотрят? А где? А вот он. Одиннадцатый был. Так, а меня в физике. Вот. Виновниками торжества являются именинники зимних и весенних. А сейчас непонятно, что это самым главным именинником. Это Юрий Дмитриевич, наш клап. Я говорю. Ты заключила? Сегодня у нас прекрасный день. Сегодня у нас прекрасное день. Сегодня у нас прекрасное день рождения всех зимних, всех весенних. Всех самых прекрасных. Это самые-самые лучшие. Да. Да? Я сенний. А сенний. Это тоже лучший я здесь. Нинь, я здесь. Самый лучший. И поэтому сегодня мы возьмем у них интервью. Посмотрим, как они могут веселиться. Как будут делиться на две команды. На этих кадрах Юрию Паку 27 лет. Молодой преподаватель физики с несоветским подходом к педагогике. Учитель, который разговаривает с детьми. Это был далекий 98-й, 99-й год, да? Получается, 98-й. А наш классный руководитель, предыдущий, Галина Григорьевна, попал в аварию. Получается, так, ненадолго вышла из строя. Юрий Дмитриевич только устроился в нашу школу. И ему передали руководство нашим классом. В общем, мы его достаточно быстро приняли на ура. Он ввелился в коллектив. Активно проводили какие-то дни классные мероприятия. Ну, вот как на тех же фотографиях, да, дни менинника. Потом какие-то такие спортивные вещи. Он ребят приобщал сразу. Мальчишек с класса. Через 18 лет почти все выпускники того 11-го Д-класса придут на первое судебное заседание к своему учителю. Тогда в фойе Кызбекбийского суда Караганды соберутся и нынешние ученики с родителями. Вот коллеги Юрия Пака и все журналисты шахтерской столицы. Последние отмечают. Столько наблюдателей в последний раз видели на рассмотрении в Караганде другого громкого дела. Бывшего премьер-министра Серика Ахметова. 14 апреля 2015 года произошел вот этот инцидент со звонком, который по материалам дела был заминирован торговый дом СУМ. Ну, я об этом ни о чем не знала. Я вернулась с работы. Все как обычно, там, в обычном режиме. Дети, там, ужин я готовила и так далее. Единственное, что я забеспокоилась, мы с мужем все время созваниваемся. Я ему звоню, он не отвечает. А, в принципе, после обеда уже урок. Ну, я, например, понимала, что уроков нет. То есть, вторая смена закончилась, он трубку не берет. Сначала звонки поступали, он не брал. Потом, а, и не брал. Где-то часов 11 он мне потом позвонил и сказал, что он в милиции. И потом, когда он вернется, он мне все объяснит. Домой Юрий Пак в тот день вернулся в полночь. Телефон в качестве вещдока изъяли в полиции. На все вопросы супруге Ольги учитель отвечал, что никуда в тот день не звонил. Но в истории звонков, сделанных с мобильного, отобразился вызов на единый номер службы спасения 112. Следующие 8 месяцев Юрий Пак проходил по делу о лжетерроризме в качестве свидетеля. Первая экспертиза голоса показала, звонил не он. Семья Паков в это время жила обычной жизнью, не придавая серьезности инциденту. Супруги с детьми даже съездили в отпуск. В ноябре 2015 года школьного учителя пригласили в прокуратуру. Вновь экспертиза голоса. Но в этот раз Юрию Паку запретили покидать страну. Теперь он в статусе подозреваемого. И только в ноябре 2015 года мы узнали о том, что ему предъявлено обвинение. Это после второй экспертизы. Вот это был, конечно, шок. Знаете, крайняя степень отчаяния у нас была в декабре 2015 года. Когда мы сами не понимали, ну как бы толком материалов дела не знали. Когда мы еще не поняли, как, в общем-то, что, собственно, произошло. Ну и именно не момент осознания, а конкретно что было физически, что произошло вот так вот по пунктам. На тот момент мы еще не успели в этом разобраться. И просто дело должно было направляться, быть направлено в суд. И 31 декабря после обеда нам сообщили, что дело возвращается на доследование. Когда произошел отбор голоса, мне не показали результаты. Юрию Паку вменяется 273-я статья Уголовного кодекса. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Потерпевшими по делу признаны Управление внутренних дел Караганды, Управление под чрезвычайным ситуациям, Станция скорой помощи и ЦУМ. Впоследствии руководство торгового центра откажется от иска. А главной уликой станет запись телефонного разговора, основной предмет судебного спора. Явно видно, что здесь блатной журналисты идет. Вы просили, проведите, пожалуйста, ответить на определенные вопросы уровня образования, регион, национальный принадлежит. Видно, что в первом разговоре определенные, скажем так, национальные особенности проскакивают при произношении русских слов. Они проскакивают, и видно, что человек явно ранее судимый. Маленькая, да? Да, да, говорите, что случилось. За все время следствия было проведено несколько голосовых экспертиз. Две из них подтвердили. Запись звонка лжи террориста совпадает с голосом Юрия Пака. Адвокат Сергей Ким во время заседания настаивает. Первые эксперты изучали полную аудиозапись. Для последующих экспертиз были предоставлены сжатые версии с измененными характеристиками и качеством. Именно их направили для изучения в Алматы. Хэш-сума — цифровой код аудиозаписи. Он уникален, как отпечаток пальца. Согласно материалам уголовного дела, основное вещественное доказательство — аудиофайл объемом 2,5 МБ. Именно он был изъят в Центральном оперативном управлении Департамента внутренних дел Караганды и передан для изучения. Во время пятой экспертизы хэш-сума аудиофайла увеличилась до 176 МБ. Как оказались возможны такие метаморфозы, в ходе основного судебного разбирательства органы следствия ответить не смогли. Другими спорными моментами стали вопросы о длительности звонка с мобильного телефона Юрия Пака и появление в материалах дела городского номера, запись которого и является ложным сообщением о взрывном устройстве. Вот тут и начинается высокотехнологичный детектив. В деле фигурируют три номера. Мобильный, который зарегистрирован на имя Юрия Пака, и два городских номера. Версия следствия объясняет все так. В 11.52 с мобильного телефона Юрия Пака раздался звонок в экстренную службу 112. Первые шесть секунд соединение шло между сотовым школьного учителя и длинным номером 43-38-87. Это одна из линий номера службы 112. А после этого оператор колл-центра департамента по чрезвычайным ситуациям переключил абонента на номер 102, освободив линию 43-38-87 и заняв длинную номер 43-22-25. В общей совокупности разговор и занял около трех минут. Если те сообщения носят криминальный характер и разрешение этого вопроса входит в компетенцию органов внутренних дел, этот звонок, имея техническую возможность, переадресовывается путем соединения с оператором СОО УВД города Караганды и непосредственно в ДВД. Согласно логике органов следствия весь разговор длился около трех минут. Шесть первых секунд с мобильного Юрия Пака и две минуты 43 секунды основного разговора. Следовательно, школьный учитель должен был заплатить за все это время. Но нет. В справке от сотового оператора Теледва значится. Разговор длился только шесть секунд, за которые и были списаны средства. Кто заплатил за остальные две минуты 43 секунды, органы следствия так и не пояснили. Ходотайство защиты о проведении следственного эксперимента и воссоздании звонка, чтобы увидеть всю схему переадресации, судья отклонила. Жена Юрия Пака Ольга о всех нестыковках в деле рассказывает в социальных сетях. Лайк, перепост, общественный резонанс и вот уже о судебном процессе говорят далеко за пределами Караганды. Большинство наблюдателей занимают сторону защиты. Обвинение кажется неубедительным и несправедливым. Поэтому казахстанское правосудие попадает под общественный гнев. Рассмотрение уголовного дела подходит к завершению. Подсудимому Юрию Паку предоставлено последнее слово в свою защиту. Эта речь разойдется сотнями перепостов и станет моментом, с которого за судьбой учителя начнут следить те, кто до этого о нем еще не слышал. Представьте жизнь нормального человека, каковым являетесь многие из нас. Человек, который избирает свою профессию учить детей. Учить не физики, учить жить. Интересно, следователи узнали, как я работаю, что я говорю на работе. Вы очень прекрасно сказали, я помню ваши слова, ваша честь, когда мы начинали с твоего заседания, вы сказали, надо определить мотив, надо обязательно определить мотив. Есть ли у вас отношения с ЦУМом? Вы мне задавали важный вопрос. Почему не так могло быть? Мы все взрослые люди, мы все это услышали, не отмотили. Его не определили. Ценой вот этого мучения, вот этого всего, что здесь происходит, это жизнь моей матери. Через две недели после того, когда она узнала, что со мной случилось, и когда она стала смотреть, ее хватил удар. Отнялись ноги. А потом, как сказал зам главного врача, онкология, он сказал, а потом какой-то толчок был психологический. Я не знаю, почему у нее начались метастазы, мы до сих пор не можем найти первичку. Я каждый день вымываю гнор своей матери. Вам все равно, я знаю. Тем, кто мне, если говорят, защищает свою погону, вам все равно. Я знаю. Я знаю, чего стоит вынесение определенных решений, почему те или иные решения принимают. У меня была возможность соглашение заключить со следствием и сказать, да, это я, дайте мне, пожалуйста, срок условный, там, или меньше-меньшего, да, как мне предлагалось. Я что сыну скажу? Я мужчину дома рожжу. Я что мужику скажу? Что их отец? Преступник? Я этого не делал. Кто бы что-либо не защищал, какие бы структуры сейчас не прикрывали свои огрехи. Я прошу вас. Примите правильное решение. У меня все. То, что говорил Юра на последнем слове, это не была какая-то степень отчаяния. Конечно, это больно, потому что на тот момент умирала уже Юра на маму, мы знали ее диагноз, и очень много тяжелого было. Но это... Я воспринимаю так, это когда человек просто держит удар. Ну, так, в моем понимании. То есть это не степень отчаяния. То есть то, что Юра говорил, вы же понимаете, то есть человек, конечно, эмоционально это окрашено, и это негативные какие-то эмоции, но сказать, что человек говорил только под влиянием эмоций, или что он был в таком-то отчаянии и не знал, что говорил, ну, это, конечно, не тот вариант. 3 октября Казбекбийский суд Караганды. Услышать вердикт судьи Алии Жошевой соберутся десятки человек. Небольшой зал заседания не уместит всех. Ольга Пак ждет решения рядом с мужем. В коридоре выпускники и нынешние ученики, сбежавшие с уроков. Встать. Суд идет. Проанализирую исследовав и заключение экспертизы, которые имеются в материальных делах и экспертизу, которая назначена и получена по постановлению суда, приходит к уведу о доказанности вины Пак Юрия Дмитриевича в совершении преступления, в связи с чем органам досудебного расследования правильно полицированы его действия по статье 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан как заведомо ложное сообщение о готовящемся к антитерроризму. Вина Пак доказана в совокупности добытых доказательств, проверенных в судебном заседании. Казахстан который преподавал у нас физику, это был преподаватель, который и есть для нас, он навсегда останется нашим другом, человеком, который хоть как-то в лучшую сторону изменил нашу жизнь. Два года лишения свободы в колонии общего режима. Этот вердикт не услышала мать Юрия. Накануне приговора Людмилы Пак не стало. На похороны школьный учитель попадет на ручниках и под конвоем. В связи с определенными положениями, чтобы Юрий Дмитриевич и Юрий сейчас быть здесь, просто есть определенные правила, законы. И попрошу сейчас близких, но есть закон, и чтобы все было правильно, Юрию быть здесь гораздо больше. Пожалуйста, когда его сейчас приведут, не надо на него, ну, скажем, подходить к нему. Пожалуйста, понимаем ваши чувства, ну, просто, ну, чтобы, ну, так правильно будет. К нему все-таки подойдет жена и не отойдет ни на минуту его пребывания на похоронах. С осужденным Паком никто не разговаривает, согласно правилам. Журналиста просят не снимать, но они все же напишут об этом через несколько часов. На прощании появится бывший Аким Карагандинской области Камалтин Мухамеджанов. В произнесенной им речи прозвучит кратко и категорично. После развала СССР наше общество начало валиться в какую-то бездну. Мы стали терять моральные ценности, которые воспитывали в нас наши родители. Тебя приговорили к двум годам тюрьмы. Юра, это серьезное испытание для тебя и твоей семьи. Но ты не представляешь, какой поступок ты совершил. Пока в нашей стране есть такие люди, как ты, мы не свалимся в эту бездну. Через час Юрия Пака отвезут обратно в СИЗО. Где он будет ждать рассмотрения апелляции. Наблюдатели процесса с приговором не согласятся. На сайте avas.org появляется петиция. Свыше 5000 человек оставят свои подписи по требованиям пересмотра дела школьного учителя. В кулуарах заседания Сената парламента депутат Дариган Азербайева расскажет журналистам, что решила направить запрос в Генеральную прокуратуру, в котором призвала разобраться в деле Юрия Пака. Очень много информации противоречивой и в интернете, и в социальных сетях, и в прессе. Я решила направить письмо в Генеральную прокуратуру с просьбой еще раз внимательно рассмотреть все материалы дела. И дальше теперь уже будем ждать ответ от Генеральной прокуратуры. Мы не можем судить, кто здесь прав и кто не прав, потому что никто из нас не знает детально всех материалов дела. Надзорный орган ответил быстро, рассмотрит дело после решения апелляционной инстанции. Официально приговор не вступил в силу. Сейчас у нас будет маленький КВ между командой весны и между командой... Итак, смотри. Это у нас... Это у нас длинная команда. Длинная команда, пожалуйста. А вот это у нас теперь весеная команда, пожалуйста. Теперь на меня, только на меня. Чтобы только одного меня было. Видно только на меня? А вот сзади меня, посмотри, постепенно рассекайся. Это наше почтенное жюри. О, как все. А это наш микрофон. Как весело. Как весело пушу. Никто не пьет хорошо. Я все узнаю. Да, Юрмиш, несмотря на свою молодость, как бы, где-то, может быть, там... Да и наоборот. А здесь более строго. Он все-таки знал. Он знал, что, где, у кого, может быть, заначка, да, все те уголки. Сложно было. Нам стыдно было не знать. Хотя мы могли, в принципе, с его характером мы могли пользоваться положением, что у нас молодой преподаватель, и мы могли как-то так ее не учить. Но нам было стыдно. У этих людей можно научиться. И у Оли, и у Юрия Дмитриевича. Поэтому нам его не хватает. Так, сейчас... Сейчас не надо. Все будет хорошо, мы верим. Все будет. Помимо тех нескольких десятков воспитанников, за учителя дома переживали еще двое, его собственные дети, Аня и Даня. Данилу исполнилось 14, а у Анны экзаменный выпускной, на котором она хотела бы видеть своего отца. Атанике сколько? Ему 14 вспомнилось. Все время он что-то бурчит. И вот у него голос ломается, он не справляется со звуком. Ну, как громко, с децибелой. Я говорю, что ты кричишь все время? Я не кричу. Все время что-то недовольно бурчит. Аня такая, мама, как он обеел мне с своим переходным возрастом. Я говорю, Аня, запомни, что ты была точно такая же. Я была лучше. Я говорю, ничего не подобного. И я только голос говорю, не ломился. Анна Пак не ходила на суды. Отец на ручниках, зрелище невыносимое. Все это время она дома надеялась, что вот-вот все закончится. И они снова будут, Аня и папа, против всего мира, искатели приключений. Папа – это друг. Это огромный друг. И это, ну, как сказать, огромная часть меня. То есть, тяжело представить его без меня и меня без него. То есть, это наша очень смешная такая тема про то, что, ну, когда-то же мне все равно придется выходить замуж. И он говорит, Господи, часть себя отдаю. Вообще неизвестно кому. И у нас это такой смешок. Потому что, действительно, ну, игру я как стереотип на отцовская дочь. Без папы никуда. И для меня мама очень долго существовала как вот, ну, мама – это, мама – это пример жертвенности. А все, всем остальным занимается в моей жизни папа. Даня – тот самый сын, про которого рассказал Юрий Пак в своей речи на суде в первой инстанции. Из-за него и еще множество причин школьный учитель не пошел на сделку со следствием. Парню в силу возраста только предстоит осознать слова отца и причины его поступка. Сегодня он просто подросток, к которому пришли друзья, ученики папиного класса. За все время следствия они подружились и придумали план. Когда отец и учитель выйдет на свободу, они закатят Пак Пати. Когда я что-то делал, сейчас пока папы нет, он сказал, будь мужчиной, будь то, мне говорят, сестра говорит, допустим, ты не как папа, мне далеко еще до папы, потому что это папа для меня, ну это верхушка. Чтобы до этого достичь, мне надо большие шаги делать. Папушка рассказывала историю, папу один мальчик обижал, ну это в детстве, и он говорит, в следующий раз, а тут маленький мальчик, и в следующий раз папа сказала, ты его вызови за забор, поговорить, ну по-мужски. Папа потом домой приходит, я его вызвал, он не пришел, он говорит, надо было его догнать, побить. А он, ну я и папа, мы такие люди, я никогда, допустим, не дрался кулаками. Если сейчас я куда-то позвоню и положу труп, куда, кто меня сможет передвижить. 28 ноября в Караганде началось рассмотрение апелляции по делу Юрия Пака. Школьного учителя привезли в наручниках. У его семьи появилась надежда. Суде снова людно. Только нынешние ученики не пришли. Им запретили сбегать с уроков. В 11 утра в зал зашел судья Рашид Нурмагомбетов. Должна быть какая-то логика в заявлении ходатайства. Адвокат Сергей Ким заявляет ходатайство о допросе сотрудников компании «Казахтелеком». Судья Рашид Нурмагомбетов просьбу удовлетворил. По биллинговым соединениям звонков 43-38-87 на номер 43-22-25 не было зафиксировано. Имеется в виду 14 апреля 15-го года. Да. 14 апреля 15-го года. То есть эти два телефона 43-38-87 и 43-22-25 в интересующий период 11-52 до 11-58 не соединялись? Не соединялись. Сотрудница «Казахтелекома» подтверждает версию защиты. Возможно, злоумышленник незаконно подключился к линии и совершил звонок. Появляется надежда, что сведения были озвучены достаточно значимые для того, чтобы дело было пересмотрено. Но следующий свидетель от ДЧС продолжает линию обвинения. У нас своя мини-АТС стоит. Как я уже уточнил, что у нас от «Казахтелекома» только цифровой поток данных приходит, и мы уже используем свой мини-АТС, IP-телефонию. Конкретно в тот день, конкретно по данному делу, то есть конкретно с этого номера поступил звонок. Что за уникальная система, существующая отдельно от национального телефонного оператора, понять адвокату Сергею Киму в ходе показаний свидетеля так и не удалось. Зато следующий свидетель объяснил, как мог файл с аудиозаписью, главная улика судебного спора увеличится аж на 100 мегабайт. Подняли старые заключения, подняли сами файлы, проанализировали данные, оказалось, что у нас файл в действительности 2,51. 2,51. Секундочку, тогда непонятно получается, по первой экспертизе ошиблись, а второй, третий? То есть обсуждение второго, ну, третьего получается заключения, 3101, использовалось первичное заключение, тысячи человек было, и, соответственно, все хорисовы, все данные от Ту-другого спорта есть результаты, а может быть, ошибки было существовать и в самой судебе? Была перепроверка? Я не знаю. То, что сказал Жадников, что через их внутреннее оборудование было соединено с ДВД для журнала. Принесторон еще не подошли к концу, а карагандинским журналистам пришло приглашение на брифинг в местную прокуратуру. Тема – разъяснение приговора Юрию Паку. Вердикт в сути, как нетрудно было предсказать, оказался очевиден еще до того, как стороны закончили обмениваться аргументами. Судья снова дал высказаться школьному учителю. мне очень тяжело. Потому что такое ощущение, что мы не в 21 веке. Мы где-то очень далеко-далеко во времена Абая Курунбаева, который в словах на свидание пишет о этих же историях точно так же красочные и достоверные. Находясь в камере заключения, я прочитал слова Александра Сергеевича Пушкина. Интересно, как правосудие работает? Это 1742 год. Послушайте, 1742 год. Правосудие работает так. Если человеку задают вопрос, это ты виноват? Он говорит, не я. Ему не верят на то, что это не он. А если ему скажут, мы заставим тебя сказать что ты, и он говорит, ладно, это я. Его сажают за это. Только за то, что он сказал, что это он. Он говорит, какая странная правосудие. Если он говорит, что нет, ему не верят. Если он говорит, да, это я, его сажают. Вы знаете, именно с таким я и столкнулся на протяжении всего последнего времени, на протяжении 2014 года. Защита почему-то не говорит, молчит о проведении показаний о том, что он не имел возможности доступа к телефону. А вот куда денем также показания всех свидетелей? Пожалуйста, вы видите, кто там нарушает порядок? Да, вы видите зало своего заседания? Действительно, уважаемый суд. Мешайте. Я же предупреждал. Еще раз одновременно, только я прекращу заседание. Продолжайте. Спасибо. Вот, по версии защиты мобильный телефон пока оставил в кабинете. В этой связи кто-то мог произвести звонок. То есть, он оставил телефон в шкафу. Его доводы, версия такая была. В ходе заседания расследования запрещено в качестве свидетелей три ученика вышесказанной школы, которые пояснили, что никто на протяжении всего урока не подходил к шкафу. Более того, два ученика показали, что вообще не видели каких-либо вещей преподавателя. также обращено было внимание пак осужденного о том, что будьте людьми. Я соблюдая порядок не стал перебивать, однако такое высказывание вообще некрасиво, тем более, как он утверждает преподаватель. Если мы будьте людьми, а в чем мы? Кто тогда? Не люди, что ли? Это извините. Вердикт был оглашен на следующий день. Был перенесен и брифинг Карагандинской прокуратуры с разъяснениями. Судья Рашид Новмагомбетов оставил приговор первой инстанции без изменений. Свидетелю Казачковой вынесено частное постановление об изменении показаний, которое она дала во время заседания первой инстанции. Юрий Пак отправился в колонию общего режима. Ну, конечно, я о многом передумала за все это время. Я думала, что вот в то время, когда людей вот так просто без суда и следствия сажали, у них же шансов, у них не было вариантов. Ну, как бы сказать, особо. То есть выбирать, ну, у них другой выбор стоял перед ними. То есть, ну, оговорить себя или не оговорить. Но итог, они понимали, будет один и тот же. Когда стоит выбор, ну, между кардинально разными раскладами, это очень тяжелый выбор на самом деле. Потому что, ну, это вот тот выбор, который с кровью потом дается. То есть, когда ты понимаешь, что ты можешь выбирать между чем-то и чем-то кардинально, вот, который на полюсах находится. И это не был легкий выбор. 17 января 17-й год. Человек привыкает ко всему. К сожалению. Я привыкла, что на передачу нужно разворачивать конфеты, чай, мыло и даже туалетную бумагу. Узнала, что долгоиграющие конфеты лучше обычных карамелек, потому что одну барбариску можно растянуть на кружку чая вместо сахара. Привыкла, что чай это черное золото и предмет первой необходимости. Узнала, что продают его пакетами по одному килограмму. Раньше и в голову не приходило покупать чай килограммами. Но есть вещи, к которым я не хочу привыкать. Например, к тюремному сленгу. Свиданка. Мне категорически не нравится это слово. Внутренне поправляю. Свидание. Возможность увидеть человека, который тебе дорог. Посмотреть в глаза, взять за руку, выпить вместе кофе, поговорить. А может просто посидеть молча рядом. В канун 45-летия Юрия Пака президент подпишет закон об амнистии по случаю 25-летия независимости. Ольга Пак этой возможностью воспользуется. В марте 2017 года станет известно, срок будет сокращен на 5 месяцев и 12 дней, то есть на четверть. Почти одновременно придут и результаты независимого исследования, сделанного в Ростовском Центре судебных экспертиз. В нем эксперты однозначны. Голос в аудиофайле не принадлежит учителю. Адвокат Сергей Ким и Ольга Пак напишут новое заявление в областной суд с требованием о пересмотре дела. Ее упорства и веры хватит на борьбу за то, чтобы ее Юра вернулся домой. Такие они. Неклассные вовсе часы и месяцы упорной борьбы. Ольга не умеет жить с виданками. Аня должна прийти на выпускной с папой. А Даня вырасти мужиком. Учитель должен выйти на свободу в 2018 году. Но его семья верит, это должно произойти раньше. Потому что они уверены, учитель не виноват. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова